Во вторник на старинной мысе Сака Идовирусское уездное управление и Идовирусский союз самоуправления устроили прием выпускников гимназии, получивших вместе с документом о среднем образовании золотые медали. Всего в гимназиях уезда обучения закончили примерно полторы тысячи человек. 69 из них стали золотыми медалистами, а 49 учеников заслужили серебряные медали. Золотым чемпионом в этом году стала Ахминская гимназия Кохтла-Ярве, выпустившая 16 золотых медалистов. Количество выпускников гимназии в Идовирусском уезде по сравнению с прошлым годом несколько уменьшилось. Есть тенденции к закрытию маленьких школ, но здесь последнее слово все-таки остается за местными самоуправлениями. После того, как уездный секретарь Эаст и председатель правления Союза самоуправления Вейко Лухолайт вручили золотым выпускникам благодарственные письма и памятные подарки, канал Литес обратился к Вейко Лухолайду с вопросами. Господин Лухолайт, какое чувство вы испытываете, когда поздравляете выпускников гимназии? Ну, ностальгия, конечно, в том смысле, рад за них, что у них больше возможностей, но, конечно, жизнь гораздо труднее, чем у нас была. А как вы считаете, когда учили качественней, вас тогда или их сейчас? Ну, трудно сказать, времена меняются, то, что было важно для нас, это в то время, теперь вообще по-другому. Компьютеров мы не учили, например, такую уже, скажем так, теорию эволюции, молекулярную биологию, мы мало получили. Сегодня это важнее. Так что, когда труднее было, трудно сказать, очень трудно сказать, потому что я сегодня не учусь в школе. В чем, по вашему мнению, причина того, что в уезде из года в год уменьшается число выпускников? Причина в том, что просто детей меньше, у нас не рождает так много детей, многие уезжали, наверное, когда-то придут обратно, но в те времена, как-то, ну, скажем так, по социологию рождаемость как волны ходит. Мы сегодня внизу и скоро будем опять подниматься, но если что-то не случается. Как вы считаете, что сегодня самое важное для системы образования Эстонии? Ну, самое главное, тоже не могу так сразу сказать, потому что уже давно не учусь в школе и не учу в школе. Я 10 лет преподавал тоже. Но, может быть, один из главнейших, как связывать сегодняшнее образование в жизни. То есть не только факты знать, не только отличникам по знаниям быть, а уметь жить, уметь как-то осуществлять себя. У этих 69 золотых медалистов в Эстонии или только за ее пределами есть дальнейшие возможности? Ну, и в Эстонии за пределами, и за пределами, и еще раз в Эстонии, так что везде возможности есть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!